доброе утро доброе утро девочки доброе утро мальчики ну что вчера была дискотека вчера были танцы кто был звездой на танцполе высуну руку кайф засунул ее пошли езжать взял карточку со мной ой девочки невыносимо сима невыносимо пошли он говорит он с правильным питанием правильно питание по стерилизованное пиво с утра до вечера мы не будем сидеть мы сегодня пьем у нас есть один трезвости мы анализируем отдых короче как получится но это не точно мы идем на завтрак еще не покушаем да игорь чуть-чуть жаль уже невозможно вообще можно столько жрать вчера была дискотека вчера был концерт я выставил его этот блок выставил для спонсоров потому что там было много музыки много нарушений авторских прав и для того чтобы не пропадало видео я вам отдал спонсоров там и коктейльная вечеринка и игорь в танцах а по-моему я тебя не снял нет ком снял круче неважно в общем если что всем туда кстати все видосы которые я выкладываю для спонсоров они от без рекламы я не ставлю на них рекламу потому что во первых там музыка она не пропускает но как бы это не самое главное но у меня было сразу изначально условия что для всех спонсоров воде будут без рекламы а ты все не можешь запомнить балбес жесткий я не могу давай я так тебя буду снимать а секунду стоять море 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 девочки хочешь сэнамо нет а я кстати не договорил все влоги которые выставляют для спонсоров они доступны абсолютно всем любой пяти годик сэнамо абсолютно для всех доброе утро доброе утро знаешь все отлично а я не стыдич омлет в общем сейчас что-нибудь возьму потом включусь утро доброе утро раннее утро вкусное и так короче показываю это мой завтрак здесь у меня отварные овощи реже на п.п. у меня здесь омлет две сосиски химического цвета три луковых колечка моцарелла с не моцарелла да это сыр короче с помидоркой вкусный и один один большой большой шампиньон давай покажи что у тебя давай рассказывать вкусно рассказывать кстати вы на канале не и они нины и вовчик да да вовчик вы на моем канале Евгений Кривенко смотрите у него у него все как обычно огурцы жопки причем не бекон томат ну в смысле помидор одно яйцо подождите как бы так вам показать чтобы это все вот так я разрушил сейчас все не полетело вам в камеру господи забыл на чем остановился яйцо две оливки сырок такой сырок такой он гурман у него два вида сыра ну естественно естественно Игорь не может начать утро без этих как его арбуза и сок и сок ну типа фреш не блять студы все хорошо давайте пробовать приятного нам приятного вам приятного нам кто с нами обедает завтракает или ужинает приятного вам аппетита я очень хочу начать с грибочка почему-то почему не знаю он такой какой-то резиновый интересно он нормально приготовлен не от него или мне плохо по вечерам по утрам он солененький это соленый гриб я думал такой-то обжаренный что мы сходили на дискотеку вчера было коктейльная вечеринка кетчупом был где-нибудь раздобыть он был там да? да почему его не приносят? он мог в упаковочке взять в упаковочке был а где? сам дай ему углу где все начинается где начинается все сказка? да короче у нас все планы на сегодня но это не гарантирует никто вообще никто этот как его мы пойдем сегодня гулять по набережной по набережной по морю по пляжу по причалу и это хотим дойти до Адама и Евы отеля там может и раз когда-то он был одним из самых пусовочных хотим посмотреть что там за жизнь как там вообще люди живут как себя чувствуют вчера мы смотрели в окна там были эти разные как ты говоришь разный свет в окнах Игорь сказал куда можно регулировать свет то есть у кого-то были красный свет горел из окон у кого-то из желтого зеленый якобы люди сами себе настраивают свет в номере красный это наверное для страсти для любви зеленый для денег люди видимо там мантры читают ну расскажи как тебе ты не мне рассказывать когда ем это вся беда нет никакой беды выкинь это слово из своего лексикона у нас чес что выпить надо думаешь ну что ж днем пропадать что ж днем пропадать блядь у нас остался сегодня завтра и просто завтра у нас еще три веселых дня Аня сегодня нас позвала к себе вот но мы думаем мы думаем нам просто лень ехать сейчас в ее сторону вот ну мы посмотрим очень лень просто в это время пробочно просто в городе возникают пробки тебе вкусно? мне да как сурок как яичница яичница хорошо сурок хорошо ветчина хорошо оливки оливки здесь такие как будто бы кусок мяса угу сейчас на пляж пойдем? по отелям м? по отелям по отелям прям сейчас ты хочешь завтра пойти прям? ты хочешь даже осем когда солнце зените будет? зените извините извините ой девочки сорян тут поддаваться представляете порвался уйти говорит Жень пойдем говорит домой пойдем спать я говорю Игорь давай выпьем по коктейлю чуть-чуть посидим в баре посмотрим не в баре а посмотрим эту вечеринку ну вчера была анимация шоу я говорю а потом пойдем угу в пол первого или в час мы домой пришли? да потому что нам было очень хорошо потому что мы мим бар не могли пройти не могли не пройти да короче мы не прошли ушли мы когда в баре свет выключали уже так прекрасно завтракать на таком солнышке честно говоря я побаиваюсь есть грибы что у тебя там? косточка косточка в город мы пойдем сегодня? ты хотел по моему город прогуляться опять здесь как много планов я вчера лучше ходил давай распределим где-нибудь большой большой солнечный прекрасный день кофе а? сколько кофе? угу кофмилк пчино короче а? пчино обычно на таком солнышке вдвойне приятно кушать я буду скучать по луковым кольцам я их каждый день ем они такие вкусные сухая м сухая м м м м м Жирно-кистый какой-то. Идет мой кофе. Благодарю. Сладкое будем что-нибудь? Хочешь, сходи, еди. Сходи за сладким. Честно говоря, я не хочу. А что ты хочешь? А, ты же будешь арбуз точить. По утрам оно здесь достаточно такое сдобное. Вместо того, чтобы обычные круассаны сделать, они делают какую-то сдобу-сдобу-сдобу. Как мне сказали, это для детей мамаша. А что для нас-то? Для нас, мужиков сибирских. Круассанчик. Нам уже понежнее круассанчик. Что-нибудь помягче. Ты можешь поговорить, я пошел. Пусть ребят задают вопросы. Ребят, задавайте вопросы. Жень, нажми на кнопочку, пожалуйста. Я какую? Стоп. Разговариваю. Не скажу, нельзя разговаривать, я не знаю о чем. Вообще шведский соло – это зло. Невозможно от него отказаться. Вечно накидываешься всего того, чего не нужно. А вот континентальный завтрак – это всегда лучше. Там где кашка, какие-нибудь мюсли, квасан, мясо, кофе. Все. Это было бы хорошо. Ребят, сори. Поставлю на паузу. Я молчаливый. Идет обратно. Ты отключал, да? Нет, мы с ребятами щебетали. Скажем так. Что, вопросов не задали тебе? Нет, молчат, все спят. Знаешь, почему? Знаешь, почему? Вопросов не задают. Почему? Нужно быть личностью. Ой, Женя, перестань. Что, нет? Не в этом дело. Так, девичонки-мальчишки, взял я две таких штучки. Не просто так выбор у меня пал на них. Сейчас расскажу. Сейчас я возьму эти, как они называются. Прибор мед называется. Прибора. Пробуем. Вы знаете, что я без любителей сладкого. Но мне однозначно можно говорить, вкусно это или нет. В общем, вот такая пироженка. Кокосовая. И вот такая. Не знаю, что это такое. Не спроси. Но если бы не знали, что это такое. Если бы не знали, что это такое. Такая пресная-пресная мука посыпана кокосом. Это даже не сладкое. Такое ощущение, как будто муку еще даже не отвлекнули. Вот такое ощущение. Видим дальше. Да, турецкие сладости, это вообще. О, смотрите. Подождите. Хоть я сделаю вот так разрез. Смотрите в разрезе. Чоколейт. Ребята, если не знаете английский, я здесь ни при чем. Английский надо знать. Да, Игорь? Конечно. А здесь такое ощущение, как будто тесто до сих пор сырое. Ну, оно специально такое. Как будто оно сырое и внутри шоколад. Может быть, это надо взять домой и доготовить? Знаешь, такой полуфабрикат. Нет. Все, я понял, что турецкие сладости не по мне. Это не турецкие сладости, это просто сладости. Другие. Пахлава? Пахлава. Пахлава. Ну, кстати, неплохо. Неплохо. Просто я так не хочу. Он сладкий. Ой. Сидятина, такой зацок. Девочки, зато вечер, но все равно. Виски-кола, ром-кола, все хорошо одет. Правда? Да. Причем нет разницы абсолютно никакой. А этот вчера, аристократ наш, он же все по просеко. Вчера пил просеко, говорит, все, не хочу, хочу спать, меня тошнит. Я говорю, ну что, хватит уже пить эту кислятину. Пей, говорю, настоящий напиток. Виски-кола. Ну, что вы думаете, как он только выпил бокальчик виски-кола, все. Все. Ты пошел с пол, говорит, пошли танцевать. Я говорю, не-не, Игорь, иди. Нормально, только отплясал пару песен. Отработал. Под артикасте. Под истеричку. Да, прошу песню. Ой, прекрасно. Это прекрасно и удивительно. Подождите, секунду. Вкусно с вами. Фоточки пилили, фоточки. Все пьют чай в этих, в туркозе, в турецких таких бокальчиках. Короче, мы решили с Игорем. Мы думали и решили, что в следующий раз, когда мы, давайте я вам помогу, спасибо. В следующий раз, когда мы прилетим в Турцию, мы решили взять, снять квартиру. Это будет либо Анталия, либо Алания. Наверное, Анталия поближе к Анне. Но это не факт. Может быть, и Алания. Короче, это будет еще рассматриваться. Вот. И мы хотим снять квартиру и реально пожить, как окунуться в турецкую историю. Потому что, когда мы ходим в город Белек, нам очень нравится этот движ, нам нравятся все эти магазины, аптеки. Ну, мы фанаты аптек. Я так точно. Для меня это показатель. Вот. Нам нравится вся эта движуха, ресторанчики. В общем, мы решили себя не ограничивать отельным отдыхом, а просто проникнуться. Конечно, мы с ними квартиру ездить на максимально пешей доступности, чтобы близко было к морю. Но это будет, скорее всего, квартира реально. Потому что тут даже дело не в экономе. Просто реально окунуться хотим в этот движ турецкий. Вот. И мне кажется, как это будет правильно. Да? Да. А на утро что ты есть будешь? Пойдем завтрак готовить. Либо завтра будем готовить, либо пойдем на завтрак. Завтракать. Ну, Решим. Ты думаешь, что ты же ешь? И здесь что-нибудь съешь? У меня доставка. У тебя доставка. Что-нибудь доставлю я тебе. Будешь есть. Я тебе распишу. КЖБУ. Йогурт и кофе. Кофе йогурт. Это... Ты что еще хочешь? Нет. Все. Хорошо. Все мои хорошие. Все мои красивые. Мы передаем вам еще раз привет. Мы пошли в отель. Ой, в номер. Переодеваться. В пляжную. И на пляж. Абсолютно верно. Я все верно сказал? Да. Слава Богу. Все. Пока-пока. Игорь, помашь? Мы как на передаче, блядь. Слава Богу. Слава Богу. Утогла. Продолжение следует...